Библиотека Сначала расскажите, пожалуйста, немного о своей жизни для наших читателей, для тех, кто еще о вас не знает, не слышим, может быть. Так, о жизни, с чего начать? С детства или с юности, или когда я служил и так далее. Ну давайте так, я коротко, родился я в Донецке, на Украине, сейчас на Украине то, что происходит, это уже другая сторона. Война началась, она застала браками, я служил тогда в арене, мама моя и отец, был у нас свой домик, где мы, огород, подсобное хозяйство, все было, все хорошо. И вдруг, вот эта война все разрушила. Когда началась война, отец ночью встал, что-то бомбил, а у нас военный городок был. Его уже бомбили в самый первый день войны. Утром отец ушел сразу в военкомат, и фактически мы остались с мамой. Нас эвакуировали в Сербный Кавказ, колхоз Масловкут, колхоз имени Сталина, мы говорили, останьте Масловкут, вот это я хорошо помню. Годы мы там пробыли с мамой, и потом, когда немцы стали подходить к Ростову, нас мобилизовали, это меня, 14 лет мне было, еще троих ребят, ну и мама, естественно, была со мной. Две женщины, еще и один пожилой, это дед, который руководил нами. Для чего? Нам нужно было 900 позиций угнать, вернее, перегнать на 200, вернее, гнать их 200 километров подальше от фашистов, чтобы они не завладели этими обставами. Ну, конечно, это очень было сложно, по дороге, многие из них, из-за лес, они просто, так как воды не было, они здесь же, в Миран, многих животных мы передавали крестьянам, только чтобы врагу не досталось. Где-то, может быть, больше половины, мы все-таки передали воинской части, которая находилась под Мастерпом. После этого нас посадили с мамой на ошелом, где раненые были, и мы уехали в клуб страны и, конечно, попали в город Морск. В Морске меня устроили, в ФСУ было такое, фабрично-заводское училище, где я во время войны учился. И после войны отец нас нашел здесь. Тогда мне нужно было отработать три года. Вот я остался в Морске, ну, потом уже жениться и в Морске, как говорится, до настоящего времени. Дело в том, что мы расписывали 25 лет, никому не говорили, и он не мог сказать даже врачу, где он был, откуда у него болезнь. Прожил он несколько лет, а вот я живу, и оказывается, что радиация не одинаково действует на организм человека. Если организм, вот у меня, слава тебе, в основе, случилось так, что я вот сейчас стою, переливаю, стою, переливаю. А многие мои друзья уже живут. И вот, что, ну, ощущение, тут уже все показали, вот именно вот такое. Вот лежишь, лежишь вниз лицом, глаза закрыты, даже вниз неважно, потому что, не дай Бог, ты посмотришь на встречку и ослепишь, а ты присягу дал. Жил полностью. А значит, я должен все делать так, чтобы можно было передать огонь вознужным природам. И вот лежишь. Ну, и тут уже, я не буду повторяться, именно вот раскат грома, что-то такое, и там земля, в полметра примерно, кто ее замерял, я не знаю, она как бы поднялась и отпустила. Тебе как бы на люльке покачали, на люльке покачали. После этого, после этого взрыва, отбой воздушной тревоги, мы оттуда, значит, вытащили вот 40 килограмм, раньше не было, как у вашего часа в кармане, везде, 40 килограмм, не было. Азбуководка, вот это тоже, точка теряя, точка теряя, ну и так далее, передать. А этот ящик, это все там было, батареи, аккумуляторы, ну и так далее. Так вот, мы когда вытащили оттуда эту остановку, вроде, для передачи, передали отбой воздушной тревоги, и начались учения. Но что получилось, вот нам повезло, мы фактически не должны были в живых, это потом я узнал, это потом, когда уже рассекречили, так случилось, что, ну, человек, который там был, вот эти секреты знал. Что должно было произойти? Я был, мы были в обороне. А вороняющийся, это значит, те, которые наступили, это значит, 5 километров от эпицентра взрыва. Эпицентр взрыва, это квадрат белый, 100 на 100 метров, и крест тоже белый, это для того, чтобы попадание было более точное. Вот мы находились всего 5 километров. Ну, что такое 5 километров для атомного взрыва, это понятно. Но, так случилось, что ветер, вернее, воздушные слои, которые были, они направлялись как раз к тем, которые должны наступать. Короче, радиации нам разделили, когда мы получили, и они тоже получили. А учения начались, пошли танки, стреляли боевыми, настоящими снарядами, бомбили тоже, только не атомными, понятно, а бомбами. То есть, авиации, там, ну, я уже говорил, 40, там говорили 45 тысяч военнослужащих, и вся техника, которая тогда была на вооружении, все участвовали. Ну, что касается вот этих живых, этих, лошадей, там, обезьян, ничего такого, ну, лошадей я был рядовой, с Васильевым мылом, я помню хорошо, сзади, подводишь лошадь, забиваешь колочек, привязываешь, корму ей здесь и воду, чтобы она, в конце концов, могла переночевать. Ну, а дальше вы видели, вот, вот, я должен сказать, да, вот у меня сейчас внуки, у меня сейчас и правонуки, и все, мы вновь, нет, и думаю, мы не проводили бы вот эти учения. Американцы ведь не стали бы, они бы обязательно нанесли в удар, первый, по 300 атомный бомб, 200 городов, 200 городов, было запланировано, на Москву 8, я сейчас не могу, помните, это с Ричком давно было, даже на Рену, и я не знаю, мне кажется, да не кажется, а так и было бы, то есть, фактически, они бы сами тоже на земле, вряд ли что-то живое стали, именно через 8 месяцев примерно, через 6 месяцев, был заключен мирный договор о неприменении атомного оружия. Вот, вот, что мы сделали, мои друзья, мои сослуживцы, отдали мне, конечно, и здоровье, многие жизни, но зато мы с вами, вот я тоже, живой, живы, мои внуки и правонуки. Слухи, конечно, разные, ну, не надо было столько, может, 45 тысяч, ну, даже тысячи, даже один человек погибает, это целая, целая, как говорится, проблема, проблема. Вот, что произошло, посвящая человеку, ну, наверное, самый главный вопрос вам, как художнику, вообще, с чего все началось, как пришло вдохновение и вообще сама идея создать такую тодику? Ну, это самый интересный вопрос, и, пожалуй, на него ответят. Наверное, часто задают. Я попытаюсь на него ответить. Ну, как, случилось так, 70, короче говоря, так, у меня внуки остались сиротами, ушла из жизни моя любимая дочь. Мне было тогда 72 года. И вот мы начали вместе проживать. Они не хотели, чтобы их в детдом отправили, да я и сам один был, поэтому я решил так. Я их никуда не отдам, а буду с ними проживать и их подниму. Ну, понятно, и все, силы были. Я работал на южном романсоводе. И вот однажды, с Ницином не сон, как будто у меня лежат карандаши, и я рисую. Рисую спиралевидные техники вот этих движений. И когда я проснулся, я взял Андрюши, это младший внук, взял у него, когда наши цветные у него были, взял бумагу, и с того момента начал рисовать. Но самое интересное получилось так, что я научился смешивать цвета. И вот эта техника спиралевидная, я верю, это с увлечением данное. Эта техника позволила и позволяет смешивать цвета карандаши. Если вы возьмете синий цвет, и такими движениями, в общем, вот такими движениями. Наверное, нужно показать лучше, да? Давайте. Вот, а я буду говорить в общем, так? Значит, когда мне сон приснился, я понял, что здесь что-то новое. Я взял бумаги, взял карандаши цветные у Андрюши, у младшего внука, и начал рисовать спиралями, вот такими вот движениями, вот прямо вот такими движениями, которые я вот показываю. Они не обязательно должны быть точными там. Это, ну, вот нарисовал круг, стал его полностью вот так закрашивать, точно такими движениями, вот правильно вот у вас, получается, замечательно. Вот такими движениями, ой, господи, у них даже меня, товарищи, обошли, замечательно. Давайте, давайте, давайте. Сейчас я покажу и главное, чтобы получать. Что у меня получилось, когда я взял один цвет карандаша, а потом думаю, а что если я наверх другой цвет положу, что я получу? И у меня получилось новый цвет, третий. Вот так же движение справа налево, вот смотрите, как интересно получается. Сейчас половина шара, половина этой плоскости диска, да, у меня получается зеленый ватый, даже не зеленый, а смешивая двух цветов, получается новый цвет, третий цвет, который делается обычно, когда масляные краски, аквариумные и так далее. Замечательно. Вот, пожалуйста, теперь я думаю, а что если я третий цвет положу? Вот я беру третий цвет, красный, да, и, а вы можете зеленый, и вот на него, смотрите, как быстро меняется цвет, он уже становится не таким зеленым, а каким-то немножко красноватым, немножко розовым. розовый, в общем, цвет, который в карандаше, даже карандаше нет таких, вот. И это вообще у нас очень замечательно получалось. То есть все цвета смешиваются и получается новое цвет? Вот смотрите, я ему наставил, и поэтому тут хорошо видно, вы все закрасили кремлят цветами, а я только половина, чтобы отличить. Было так, стало так. Понятно? Тут вот, конечно, лучше видно, когда, да, чтобы сравнить. Ну, я детям показываю, да, и дети это, или, или, это какой? А, это коричневый, да, вот я сюда не ложил его. Я могу еще один цвет, тогда получится, тогда получится новый цвет, еще один. Яков Васильевич, Вашу методику используют в художественных школах, да, в обучении детей рисовать. Расскажите, расскажите, пожалуйста, подробнее. Значит, сейчас, в настоящее время, в городе Орске, у нас в Орске, это очень важно, находите 150 альбомов, вот такие альбомы, которые, в которых указано, как рисовать эту тему. Ритм, а когда мне художество, выдало мне, это по тем, фактически, что я один в мире придумал вот эту тему. Это, скорее всего, даже не изобретение, а у меня, если машиностроение около 30 изобретений, это открытие. Открытие, в чем именно открытие? В том, что я могу твердые, пишущие тела, это карандаши, фломастер, неважно, да, смешивать, накладывая друг на друга, только техника наложения этих цветов должна быть спираливейной. Тогда получается чисто и красиво. Таким образом я начал писать картины. Вот картины все мне написаны именно вот этой темы. А сколько у вас в общей сложности картины? В общей сложности у меня больше 200 картин написано. Вот. Ну а здесь в Ворске очень многие преподаватели в школах пропадают эту технику. У них есть альбомы. Вот эти около 150 альбомов в городе. У детей, особенно дети. Но у вас в библиотеке есть рисунки детей, пожалуйста. И еще самое главное, чтобы не вгустить, это отработки моторик и рук. Для детей это очень важно. Фантазии и воображение, что нет других. Для детей это очень важно, потому что это здоровье. Это не только искусство, не только культура, но и здоровье. Интеллект. 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 Совершенно право. Никогда меня пригласили на выставку в Санкт-Петербург. Это прибыло письмо. Я с этим письмом пошел в Берву Юрия Александровича. Он тогда был у нас. И когда я ему показал письмо, он говорит, поедешь. Я говорю, Юрий Александрович, деньги нужны? Я ему говорю. Он говорит, все, сделаем, деньги будешь. И вы знаете, он мне так сказал. Вот у нас здесь будет семинар, соберутся все. Вы можете принести картины? Я говорю, могу, пять картин. Вот я принес пять картин. Мы их поставили. Это положили, там поставили. И вот члены это совещание, когда посмотрели, очень понравилось. Как так красиво. И он показал письмо. Говорит, вот этому, значит, человеку, художнику, и вот приглашают его в Санкт-Петербург. Нужны деньги. Сразу нужны были пятьдесят три тысячи. Ну, в общем, все доедино сказали. Ну, тогда было, мне кажется, проще, что ли. По крайней мере, так, никаких не было. Отправили пятьдесят три тысячи за аренду, да, и еще тридцать тысяч мне дали на дорогу. И вот мы втроем, я, мой внук Андрей, и Смагин, который играет на гитаре вонгольской, поехали с картинами. И что интересно, вот я хотел об этом сказать, в Москве нас встречает генерал подразделения особого риска всего Союза, тогда, это, ну, у их всего Союза России, и подходит ко мне, очень поздоровался, говорит, спасибо. Ну, я как ветеран подразделения особого риска, и тут еще художник. А он, если мне рад, приехал специально в Москву, чтобы меня встретить. Меня, Смагина и Андрюшев. Ну, все так обрадовались. Он говорит, им, говорит, молодые люди, вы тут побудьте на вокзале. А он меня взял, завел, там у них есть, это, специальные комнаты для генерала. Ну, комнаты такие же, как зал, так. Он меня туда завел, угостил, так. И вот мы, когда сговорились с ним, и он мне это именно вот, вот это, вот это рассказал. Вот то, что я вам рассказываю, он объяснил мне, это, он даже сказал так. Вот те, которые в обороне, вот я в обороне был, я мог, мог погибнуть. И там 5 километров всего от обитцентра взял. Отклонение небольшое было бы, да? Он попал в цель, это очень прекрасно, да? А если небольшое отклонение, что-то может быть, да? Ну, я, может быть, вживаю, вживаю. Вот такое. И, конечно, сказал вот о людях, которые там, которые получили высокие друзья. И вот он, значит, а потом он позвонил в Ленинград, сказал, чтобы меня там встретили с ребятами, с картинами, да? Что и сделали. И там организовали выступы. Дали самые лучшие зала. И вот он меня запомнил, которые там, ничего там не висело. Развесили 200 картин, ой, 100 картин, больше 100 картин. Это 100-10 картин. И вот один интересный случай. Ну, там сидит вахтерша, по-моему, вахтерша, как называют, который следит за, чтобы он никто не... За порядком. За порядком, да-да. И вот где-то на третий день мы приходим туда, я, Андрюша и Смагин. Они на гитаре там играют. Она меня вызывает, идите-дите сюда, вот эту картину хотели уйти. А у меня есть картина «Троица». Мы ее вы видели, наверное, на религиозной теме. «Троица» там, это вот, красивая, им так нравится эта картина, вообще на религиозной теме. Я смотрю и говорю, господи, спасибо, потому что, знаете, лучше бы ее украли. Синсайти была бы, я приезжал, у нее картина была, а она смеется и смотрит на меня. Вот такой вот был. Все, я расскажу, какие-то с юмором были. Ну, насколько нам известно, вы не только пишете картины, но у вас еще есть стихотворения. Единственное, на самом деле, не могли бы сейчас рассказать подробнее и рассказать нам еще раз стихотворения. Случилось так, когда рассекретили тотские события, это было где-то, ну, лет семь назад, наверное, может, шесть лет назад, два писателя, муж с женой, они живут в Олейбурге, решили написать книгу о тотских событиях. Вот такая книга толстая, у вас от нее нет, книги она у меня есть. И они узнали про меня, знали о том, что я решую, кстати, вот это очень важно, и приехал ко мне писатель. Я, к сожалению, не могу вспомнить, и как его звали. Он приехал ко мне для того, чтобы посмотреть картины, которые он писал о том. Когда я ему показал, он говорит, можно я их в книгу, в четыре картины, в миссу книгу. И сейчас в этой книге мои четыре картины. И тогда я ему сказал, я говорю, вы знаете, я еще написал стихотворение от Орска. Ну, не песни, конечно, но стихотворение. И когда я ему прочитал это стихотворение, он взял и внес в это книгу стихотворение. А потом встал вопрос, может быть, это стихотворение положить на музыку и сделать песню. Ну, а так как у меня внук младший, Андрюша, он сейчас в Оренбурге живет, он музыкант, он умеет, значит, писать музыку, и он заинтересовался вот этой песней, это стихотворение. И положил ее на музыку, получилась песня, гимн о Тотске. Вот этот гимн, он сейчас есть даже немножко по-другому, он там добавил свои справа, но это замечательно. Его проигрывают постоянно на митниках, у нас в Орске, даже в Оренбурге. Вот так. Вот так случилось. То есть песня уже стала... Ну, я написал фактически только одно стихотворение за всю жизнь. Вот так у меня получается. Ну, что делать? А у нас есть песня на это стихотворение, но мы хотели бы попросить вас еще раз рассказать нам сейчас на камеру. Это стихотворение прочитать? Ну, только чтобы... Ну, если я говорю, что далекое июньское лето на полигоне Тотской земли принимали на верность присягу все далекие жаркие дни. Готовясь к союзным учениям, копали глубокие рвы, и все это было втайне от сторонников новой войны. И вот наступило то время. Раздался раскат громовой, земля качнулась под нами, и воздух скружила вону. Отбой там возгручной тревоги, и грипп непомерно большой, Зловещий навис над глазами, над главами, с угрозой накрыт над собой. Нет больше теперь между нами, тех, с кем рисковали мы. Пусть память о них запрещает начало сверхновой войны. И вот наступило то время, раздался раскат громовой, Земля качнулась под нами, и воздух скружила волной. Отбой дан воздушной тревоги, и грипп непомерно большой. Зловещий навис над головами, с угрозой накрыть нас собой. Нет больше теперь между нами, тех, с кем рисковали и мы. Пусть память о них запрещает начало сверхновой войны. Я напоминаю, что в фойе нашей юношеской библиотеки проходит персональная выставка картин Якова Азиковича. Может быть, вы сами пригласите тоже, скажете, почему стоит вообще посмотреть картины, почему стоит идти? Ну, можно. Ну, я хочу, прежде всего, сейчас сказать, технику, которую я вот придумал, она главная и очень важная. Ну, тебе в сростах, пожалуйста, любой художник может ей рисовать, даже никто не умеет рисовать, если он захочет, конечно, он должен иметь такой альбом. Но самое главное, это техника для детей. Приходите сюда, тут выставка моих картин, выставка детей, рисунки. Есть альбом, который можно ознакомиться. И если будет группа, группа, например, ну, несколько там человек, мне могут позвонить. Я с удовольствием пройду, могу показать мастер-класс. Тут есть диск, где можно показать мастер-класс. То есть в этой библиотеке можно все узнать об этой технике призывания цветными каноночами. Она называется спиролевидной. Я советую, особенно для детей. Это отработки моторики рук, фантазии, выражения. Все необходимое для детей. Начиная с шести лет, то есть с пяти лет. У нее даже четыре годика, и то, когда вот вращают вот так, у него получают прекрасную картинку. Что бы Вы хотели пожелать вообще нашим читателям, которые посмотрят вот сейчас? Самое главное, я Вам желаю здоровья. Это самое главное. Успехов в работе, успехов в жизни, радости своим детям. Ну, а если внуки есть, а у меня и даже и правнука есть. Я замечательный, а я богатый человек. Ну, мне хотелось бы со своей стороны сказать, что очень приятно было с Вами поговорить сегодня. И, наверное, всем нам нужно брать пример, с такой человеком, как Вы. Ваш оптимизм и Ваша энергия, Ваша активность, дело всей жизни, наверное, это очень многого стоит. И каждому из нас есть, чему у Вас поучиться. Еще раз спасибо Вам большое. Спасибо Вам, милые, милые женщины. Вы знаете, я думаю, что таких, как я, много. Мы просто не знаем. Где-то они есть. Может даже в нашем городе. Как их найти? Вот так случилось, случайно. Что я вот. Поэтому я верю. Я верю, что каждый человек, любой, если он любит жизнь, если он любит близких и близких, а это очень важно, если он делает добро, он доживет и для моих, где-то, а ночи для наших. Спасибо за внимание. Это был проект «Живая библиотека», и сегодня нашей живой книгой был Яков Азикович Шлейпер. Всех до свидания, и до встречи в следующих выпусках. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!